Всех приветствую на своем канале. Этот ролик будет посвящен теговой теме вопрос-ответ. Скажем так, вопрос-ответ 2018. Вопросы мне поступали в инстаграм в личных сообщениях и их в принципе прилично. Я думаю, что и человек задайвавший что-то будет интересно. Я думаю, что действительно интересно, потому что на некоторые вопросы, когда я их просто первый раз прочитала, я даже слегка задумалась. На тот момент я тайпила. Хотела записать позавчера, еще вчера, но в общем, так как получилось так, то пишу сегодня, потому что вот, ну как-то вот. И так как они из инстаграма, то бишь с телефона, то я буду читать с телефона. Я думаю, это особой проблемы не составит для вас и для меня. Что ж, пожалуй, начнем. В общем, тут приличное такое количество вопросов. Первый вопрос. Какие места для прогулки ты больше предпочитаешь? Вот буквально вчера гуляла вместе. В общем, у нас есть такой парк в Цветочном. Ну и там, если пойти, наверное, если стоять спиной к Цветочному и пойти направо, то можно упереться, раньше можно было упереться вместо что-то типа пляжа. И оно называется Пески, такое кодовое название. В детстве я туда с сестрой ездила на великах и пешком ходили. Но я до туда не дошла, потому что я топа не вспомнила, как там туда дальше. И, может быть, там что-то уже настроили, каких-то других садов. Но, в общем, где-то вот мне больше нравится гулять как-то на природе. Вот где-то больше деревьев, водичка, там еще что-то. Вот у нас по набережной раньше мы с подругой, которая сейчас в Калининграде живет, очень часто в свое время гуляли именно по набережной в Угличе, вот в районе ДК, так до центра. В лес одной девчонкой часто ходили, было время. В общем, как-то ближе к деревьям. Даже я думала в обход так пойти, думаю, может, ну там посмотрю, пройду мимо садов, узнаю, где вообще, может, я не по той дороге шла. И вернусь уже по обычной дороге, по тротуару к дому. Ну, так подумала, тут деревья, речка, ветерок такой. А там машина и пыль и плюнула, в итоге пошла обратно. Короче, я больше люблю гулять там, где есть растительность. В общем, я думаю, что я ответила на такой вопрос. Второй. Если у тебя появятся дети, ты будешь продолжать вести YouTube-канал. Я вообще детей как бы не планирую, но чем черт не шутит, вдруг как бы дети могут появиться не только мои приемные. Да, или вообще какие-нибудь дети вдруг наглянут и лежат у меня тут появиться и жить. Мало ли. В общем, я считаю, что если человек приходит к мысли, что нужно завести там, да, родить ребенка, и при этом у него есть какой-нибудь хобби типа YouTube, то, ну, как-то больше времени все же нужно уделять ребенку, а не снимать ролик, и попутно у тебя ребенок в кадры лезет, типа, мама, посмотри, я тут что-то сделала. Ты от него отмахиваешься и говоришь, я снимаю ролик. Я просто нескольких таких вот видела, видео смотрела нескольких людей, иногда совершенно случайно вот так натыкалась. Или человек, допустим, становится мамой, да, или папой. И большее время все-таки посвящают ребенку. Ну, канал бы я в таком случае не забросила, ну, по крайней мере, бы были, наверное, стримы по воскресеньям или что-то в этом роде. И, может быть, раз или два раза в неделю сделала бы какие-нибудь там ролики. Те же самые пустые папаночки все равно продолжала бы снимать. В общем, если бы у меня вдруг появились дети, то я бы все равно продолжала вести канал, но видео бы выходили, скорее всего, редко, или по какому-нибудь там конкретному расписанию. Как у многих, я знаю, на каналах именно по расписанию идут. Правда, для меня по расписанию выходить это как-то, ну, очень напряжно. Не мой график жизни, скажем так. Так, что бы ты хотела изменить и улучшить в своей внешности? Вот я бы очень хотела, чтобы у меня уже поменялись эти дурацкие молочные зубы, потому что когда какой-нибудь из них начинает расти, и итог у него бывает там миллиметр или два, да, вообще достижение такое для молочного зуба, который черти на сколько лет опаздывает, то меня все так колбасит, я сразу, я понимаю, что чувствуют люди, которые, вот если на самом деле существуют, допустим, оборотни, да, что чувствует человек, когда он из человека превращается там в какое-нибудь животное, потому что так все колбасит, и просто некоторые вещи, продукты как-то надо есть в твердом виде, потому что как-то их не... Ну, в общем, некоторые проблемы эти молочные зубы все же мне заставляют. Так что я бы вот хотела, чтобы они уже выросли уже, блин, поменялись там. Те, которые хотели вырасти, чтобы выросли, а те, которые в процессе обмена, чтобы они уже все-таки как-то побыстрее все это, весь этот процесс шел. Так, когда последний раз ходила в кино, на какой фильм? Не поверите, лет в 15 последний раз я ходила в кино. В каком году вообще снялся фильм «Титаник», где этот, Леонардо Ди Капри играл? Вот, когда у нас кинотеатр еще был не отремонтирован, тот, который до сих пор, вот он существует в городе, «Россия кинотеатр», кажется, называется. Короче говоря, там, в общем, мы с подружкой тогдашней, моя подруга детства, Аняка Смирнова, но она уже давно замужем, у нее там фамилия какая-то совершенно иная, и мы с ней уже сто лет как не общаемся, тупо вот, ну, совершенно разные интересы, уже все как бы не то. Ну, как бы, по-моему, мы с ней в нормальных отношениях, если встречаемся вдруг на улице, тоже очень редко встречаемся на улице, даже не помню, когда я в реале видела в последний раз, мы всегда здороваемся друг с другом. И она как бы не загоняется, что я могу тупо человека не узнать, или не увидеть, типа я в очках, как бы знаешь, я очкарик, потому что она вот, ну, первый, наверное, человек, когда вот я стала в детстве носить очки, она, в общем, она меня очень поддержала, что, ну, как бы человек все равно, когда ты становишься очкариком, ты слегка комплексуешь, в общем, она очень хорошая девочка, она меня как бы поддерживала в детстве, что вот когда я стала носить очки, она как бы нормально это воспоминяла. В общем, мы с ней ходили на «Титаник», я помню, что что-то весь зал рыдал, а мне почему-то было смешно. Ну, в общем, это вот последний раз, когда я была в кино, и это кино было вот «Титаник». Я вообще просто как-то не люблю ходить в кино, ну, на паузу не поставишь, что-то фоном не поделаешь, ну, можно там, конечно, попкорн сидеть есть, и потом мне как-то напрягает этот огромный, аршинный экран. Может быть, когда-то я еще куда-то ходила, вот, ну, что-то мне кажется, что в кино я была последний раз 15 лет. Не воспринимаю я как-то кино, и вообще вот мне не очень удобно смотреть с огромного такого экрана. Так, это у нас третий вопрос был, точнее, четвертый вопрос. Да. Первый про прогулки, дети, потом внешность и фильмы. Пятый вопрос. Какая роль для фильма тебе больше подойдет? Вампир, фея, злая колдунь? Я думаю, вампира-то я боюсь замкнутых проснулых, клаустрофобия, как вот недавно выяснилось у моей подруги детства, о которой мы до сих пор еще общаемся, все еще общаемся, ну, скажем так, друзья, семейные друзья, друзья детства, вообще вот как-то так, друзья семьи. В общем, у нее тоже клаустрофобия мне со мной узналась, а я думала, что, ну, как-то, может, она у нее прошла, может, она у нее, может, не такая, как у меня, ну, короче, в общем, так как у меня клаустрофобия, то роль вампира бы мне не подошла, потому что по традиции они спят в гробу, это как-то очень мало места спать в гробу, это же шуть какая-то. О том, злая колдунь, я думаю, тоже, наверное, не подошла бы, ну, злая колдунь, она обычно, герой обычно в таком плане, он одинокий, к нему никто не заходит, ну, как-то так это, скорее всего, я бы феечку сыграла, феечки, они как-то, ну, я думаю, у феечек тоже может быть плохое настроение, короче, феечки, они какие-то должны быть гостеприимные, к ним вечно кто-то приходит, они к кому-то, наверное, что-то ходят, ну, короче, все такие добрые, фееричные феечки, феечкой бы я была. Так, шестое, какое блюдо больше всего нравится готовить? Вообще, у меня в разный период жизни разные блюда нравилось готовить, одно время, я помню, очень любила готовить шоколадную, манную кашку, потом овощи тушеные, очень любила готовить, в последнее время заметила, мне очень нравится готовить щи, или борщ, если есть свекла, опять забыла, когда, два раза была в саду, в смысле, когда была в саду, два раза вспоминала про эту свеклу, сначала мне ее пообещали, потом ее, не забыли, потом я попросила, и мне пообещали, я опять забыла, в общем, завтра вроде как копаю картошку, финально, с тетей, надо будет все-таки не забыть, попросить, или взять эту свеклу, и разварить этот больше, короче, нравится мне что-то варить щи, одно время, кстати, очень любила варить, этот, рассольник, на куриных шейках, потом что-то не знаю, как-то так, совсем попустила, вот сейчас очень нравится варить щи, сначала варишь это свиное мясо, а потом уже процеживаешь бульончик, и варишь эти щи, так, седьмой, какой ты видишь себя через 3-5 лет, я помню, у меня где-то когда-то был подобный вопрос, может быть, год или два назад, может быть, только когда вот начала эти обзоры снимать, на ютубе, короче, мне кажется, это в разные периоды жизни, и по-разному все видишь, я вот совершенно не представляю, какой я буду через 3-5 лет, может быть, также, может быть, буду более как-то организована, в плане того же Тайпа Клина, ну, в смысле, Сканлейта, и для команды, и для себя, и для нашей мелкой команды с Никитой, короче, может, там уже изучу все-таки японский язык, и не буду лениться, или как-то так, ну, канал-то я вряд ли, в смысле, канал-то я все равно буду вести, может быть, что-то в технике изменится, там, вот, может быть, у меня уже появится какая-нибудь камера, периодически смотрю, но именно мне кто-то писал, что, типа, вот тебе надо микрофон купить, то есть все, он такой дешевый, на самом деле, микрофон камере нужен, нужна специальная камера, к ней, соответственно, специальный микрофон, та же Sony, когда вот я смотрела, ну, в продаже на тот момент не было именно вот такого аппарата, или цифровой камеры, который именно, вот, микрофон такой маленький, петличный, подошел, может быть, у меня там, не знаю, как-то, более часто буду снимать, СМР, да, в смысле, ну, что-то какие-то там конкретно, может, разгребу этот свой плейлист, обзоры от Ava Forever, и сделаю уже там, потому что какие-то совершенно от баллы туда закитываю, и все, давно планирую как-то разобраться на канале, на самом на YouTube, чтобы было все конкретно по плейлистам, как-то все по порядку, чтобы более-менее там как-то соответствовало, может, еще отдельный какой-то плейлист соберу, наверное, все так же уже буду, все еще в этой квартире, до скончания веков, да, а потом, ну, не знаю, может, может, уже обзаведусь с каким-нибудь бойфрендом, адекватным, мне просто на них как-то не очень везло, не буду у себя уверовать, что вот этот именно человек мне нравится, то бишь, мне он должен нравиться, потому что он ко мне хорошо относится, просто вот, ну, может, у меня кто-то в жизни появится, меняемый, может, я там объезжу уже приличное количество стран, как-то я не засматриваюсь настолько далекое будущее, для меня, да, 3-5 лет, это далекое будущее, может быть, мой круг общения, хотя мне сейчас нравится мой круг общения, там, ну, как бы, у всех будет царить мир, любовь и так далее, люди не будут завидовать чужим достижениям, а будут пытаться как-то развиваться сами, в общем, как-то так, может, у меня волосы до спины тоже сутки, хотя вряд ли, хотя я не представляю себя, мне вот сейчас-то уже как-то, вроде как, ну, говорят, что-то по длине стали, в общем, 8, хотела бы, хотела бы на данный момент отношений, вот, видимо, все к тому и идет, потому что мне, в вас кафе мне, задавали какой-то подобный вопрос, у меня там очень много разных анонимов, что-то такое, может быть, конечно, это один анонимус, в общем, надела бы на данный момент отношений, я не знаю, у меня нет какой-то тяги, что вот хочется, да, вот кого-то, раньше когда-то вот, бывало, что вроде как надо, еще хочется, ну, был такой какой-то момент, может, я настолько самодостаточная личность стала, что, в общем, как-то, не знаю, с одной стороны, мне интересен один человек, ну, как бы, мы очень далеко друг от друга находимся, и, в принципе, меня устраивает, что мы, в принципе, просто друзья, да, с другой стороны, если появится какой-то вот такой человек, подобный человек, на расстоянии вытянуть руки, на самом деле, ну, даже чисто вот в пределах города или области, чему бы нет. или чисто вот для того, чтобы вместе куда-то путешествовать, вот в таком случае, вот я бы хотела кого-нибудь, чтобы с кем-то, даже просто друг, чтобы, если договорились куда-то поехать, то в последний момент, или за неделю, или за месяц, или за полгода не сорвется, и это договорились не только на словах, но и на деле, то вот в таком случае, такие более-менее свободные отношения, но вместе куда-то путешествовать, почему бы нет. Девятый. Как чаще всего проходят твои выходные? Вот вчерашний выходной у меня прошел в диком тайпе, я прогуливалась, пару раз прилегла, потому что что-то меня колбасило вообще так, фигово я себя чуяла, короче, и тайпила в итоге до трех ночей, все-таки это дело тайп. Ну, в общем, как-то у меня оно по-разному проходит, если в деревне, то там, по-моему, каждый день выходной считается, да, если здесь, то в городе, в смысле, или в саду, по собственному желанию, или не очень, если это период сада, да, или скандлеть, скорее всего. Чаще всего стараюсь как-то это, делать что-то по хобби, скандлеть, или вот монтаж какой-нибудь, монтаж идет фоном, и дальше идет скандлеть. Но сейчас я в последнее время как-то не очень монтирую, потому что, или сейчас вот снимаю на эту, на вебку, как-то так получается, ибо времени не очень много, или же монтирую только в OpenShop, но он очень медленный, ленивый, много жрущий ресурсов, это на Linux, на Windows, как я поняла, он тоже, в принципе, не особо быстрый. А насчет Malavi, мне пока вот на мой, баговый лог, скажем так, ну, короче, на мой отчет с вариацией моей системы, мне пока еще ничего не ответили, но как бы обещали помочь. В общем, занимаюсь, короче, какими-нибудь хоббиами. Хобби, 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 короче, у меня всяких разных дофига. Так, ну, и стараюсь как-то быть на улице, допустим, катание на велосипеде, это тоже хобби, как-то так, или прогулки пеши, это тоже хобби. Так, десятый, много ли у тебя желаний? Ой, да их иногда запредельное множество, суть в том, что некоторые из них действительно, вот, ну, хочется, чтобы побыстрее выполнили, да, и там делаешь, достижения некоторые, как, допустим, поехать в Японию, второй или третий год, все как-то третий, наверное, год стабильно срывается, то там компьютерное купить, то еще что-то случается такое, куда надо денег дофига вкладывать, то переезд случился, ну, пришлось вложиться, как бы, в ремонт и в покупку мебели, то, вон, ноутбук оказался бэушным проданным, мне пришлось покупать другой, то технику какую-то надо, то еще что-то, то вдруг внезапно клюнет в одно место и хочется вложиться в развитие своего канала в том плане в ту же самую технику. Ну, как бы, некоторые желания я стараюсь выполнять сама и, как бы, если возможность есть и финансы позволяют, то почему бы нет, а не ждать, когда там кто-то с неба что-то подарит. Считаю, что в этом случае все-таки вот какую-то мелочь там, ну, какие-то вещи, которые можно самой купить или еще что-то, что я могу сама сделать, что я знаю, что я могу это сделать, почему бы это не исполнить, это желание для себя, а не ждать какой-то помощи неизвестно откуда. Ну, прилично у меня желаний, я думаю. Ну, в принципе, вот одно основное такое, одно из основных желаний у меня сбылось, вот у меня теперь есть своя квартира однокомнатная, именно в том районе, где хотела, именно на том этаже, как хотела, именно так, такая планировка и вообще вот все, как я хотела. У меня есть кровать с двумя выдвижными ящичками, мечта вообще, ну, не сказать, что всей жизни, но пять лет еще на той квартире, когда жила, я очень ее хотел поменять, но как-то вот все, ждали, что, ну, в общем, как-то не случилось, случилось здесь. Причем, когда я ее хотела купить, даже уже все думала, там, или надо было заказывать на каком-то сайте, и доставка на город не делалась, или в нашем городе ее тупо было не заказать, ну, короче, какие-то все, что-то все мешало, вот тут случилось. Шикарная кровать, правда, чуть шире, чем я планировала, за те же деньги при этом. Так, там у нас еще вопросы, это у нас 10 пока вопросов было, сейчас я тут промотаю. Так, одиннадцатый вопрос. Что тебе в данный момент не хватает для полного счастья? Ну, такой мы сразу, ну, как обычно, людям не хватает денег, да, ну, хочу где-нибудь 1170 рупий, чтобы долететь до Японии, съездить в Киото, погулять там пару деньков, сходить на горячий какой-нибудь источник, хоть я плавать не умею, но там же можно сидеть и не плавать, да, погулять еще по определенным городам, там, попробовать местную кухню, приобщиться к культуре. Встретиться с определенным, может быть, человеком. И, вообще, я бы сходила на концерт Каллафина, я внезапно что-то вчера для себя ее открыла, вообще, как-то я не сильно загоняюсь на тему, кто поет, что поет, и ничего. если фона мне нравится музыка, я ее слушаю, там, стараюсь найти треки, если они из-за ним, там, да, я тут внезапно что-то отнулась, у меня еще там, что-то в салон, в аудюшках, вконтакте, как висит, и отнулась, мне песня понравилась, отнулась на саму группу. Ну, знаешь, у нас товарищ по скандалей, то я так поняла, она нравится, и что-то откнулась она на нее, и там не только такая мелодика какая-то, типа, ближе к попсе, но даже что-то ближе к какому-то року металлу, ну, короче, жестенькое такое местами, и что-то так ставить под нее, хорошо идет, мне так понравилось. Я хотела еще загуглить их, типа, как они там игрят, что такое, ну, как бы, помимо того, что они японцы, японки, японцы, но забыла, в общем, надо потом будет заняться. В общем, короче, бабла мне не хватает, а еще, я думаю, человека за компанию, чтобы просто вот, кто-то действительно согласился со мной, тоже хотела, допустим, съездить в Японию, а то, помню, общалась я с одним товарищем, когда я говорила о своих желаниях каких-то, меня высмеивала, когда я стала общаться с товарищем по скандрейту, то сразу стал писать мне, что типа, вот, я тоже хочу в Японию, и то все, пятое-десятое, но это чисто на словах, и вот, девочка, которая ко мне приезжала в начале года, уговаривала меня вместе с ней ехать, в итоге, конечно, там все, закрылось, и общение, и поездка, и не только из-за того, что у меня переезд случился, ну, вообще, как-то, все, кто со мной куда-то хочет, даже не в Японию, куда бы я ни собиралась, стабильно, я ездила от Ярабл Тур, почему я ездила от Ярабл Тур, потому что, как бы, организован отдых, и ты, как бы, едешь, не один, там, куча человек, хоть ты, по идее, все равно один остаешься, потому что лучше, даже если ты с кем-то едешь, от Ярабл Тура было бы точно так же, намного интереснее, как-то, ну, не то, чтобы там одиноко, или еще, я ездила в такой период жизни, обычно от Ярабл Туры, когда надо было отдохнуть от людей, и один, уже вот нормально, там всегда у меня как-то проблемы с контактом не было, всегда находился кто-то, с кем можно было куда-то сходить вместе и погулять, вне экскурсий, ну, если, допустим, есть свободное время, да, от экскурсий именно, ну, в общем, мне, наверное, не хватает тут финансов, нормально не это, чтобы люди меня не кидали, когда продают мне какую-то технику, чтобы она не была бы ужная, как вот до этого с престижем случилось, и человека, который, наверное, не только там вот по сети, допустим, меня будут общать и как-то поддерживать, а именно, чтобы со мной куда-то съездил, короче, компаньонов для путешествия мне не хватает, вот чего, наверное, так, 12, какое идеальное свидание ты бы хотела? Я настолько их не понимаю, что я вообще над этим вопросом додумалась, ну, вообще, идеальное свидание после просмотра одного немы по совету одного товарища, я поняла, что я так, короче, я бы хотела сходить на какой-нибудь косплей фест с человеком, который даже, может быть, кого-то косплеит, и помог бы мне, допустим, с костюмом той же Судзуны, учитывая, что вышло недавно, буквально 24-го, по-моему, августа вышла первая глава манги по игре, по игре, по, короче, манги по игре Магирека, Магирека по аниме и манге по Мадоке, короче, по этой франшизе, и Судзуна была бы в теме, потому что Судзуна тоже была там в этой игре, не знаю, возле она встречаться в самой Магирека Манге, Манга Мадока, как у нас Мадока Манга, как девчонки написали в нашей рейндропсной стене относительно первой главы обложки этой, обложки журнала, или как-то так, первой главы этой манги, короче, с человеком, который, пусть будет косплеер, да, или будет в косплее, какого-нибудь там, без разницы, героя, даже того аниме или манги, которое я не смотрю, и пусть, возможно, даже мне оно бы и не нравилось, ну, почему бы, не разные интересы в каких-то именно моментах, да, или вместе с кем-то сходить на косплей фест, в прикиде, да, или просто сходить на какую-нибудь ярмарку аниме, именно нормальную, а не Аками, как она была в Ярике, там, хрен знает, как он, как он, году, когда я со своими бывшими знакомыми там была, да, учитывая, что они меня подгоняли, как бы, ну, им это неинтересно было, и, соответственно, ничего не нравилось, но они как бы хотели оттуда слиться, но когда я с ними ходила по магазинам, и мне было, допустим, неинтересно на каких-то там, в определенных местах, я же как бы их не подгоняла, короче, адекватного человека мне надо, адекватное свидание, сходить на ярмарку аниме, да, погулять там по городу, по какому-нибудь, там, по парку, не знаю, покататься на колесе обозрения, на чертовом колесе, ну, и там, может, посидеть в кафе, что-нибудь похавать, типа, кофе, капучинка с мороженкой, наверное, было бы идеальное свидание, даже чисто вот для первого общения, в реале, так вот, идеальное первое свидание, оптимальный вариант, я думаю, ни на какое там кино, ничего, я вообще в кино как-то не очень люблю, я уже говорила об этом ранее, ну, в общем, наверное, вот такое идеальное свидание было бы, так, 12, у тебя бывает желание забросить канал, когда много хейта, да нифига подобного, раньше я, конечно, очень удивлялась, вот, когда меня, бывшая моя знакомая, Ленка, упросила вести этот, не то, чтобы вести канал, канал аккаунт у меня давно уже, на ютубе, но именно делать вот эти обзоры, я очень удивлялась, что есть люди, которые смотрят то, что им не нравится, ради того, чтобы написать какую-нибудь гадость человеку, вот, я тогда офигевала, но у меня не было желания забросить канал, потому, что у меня уже, как бы, была такая практика, ибо, когда я писала стихи и прозу, и читала на публике, и некоторые вопили в момент моего выступления, или просто мне в лицо говорили всякие гадости, и за глаза, в том числе, как бы, я к этому уже привыкла, и, наверное, у меня уже, как бы, был опыт творческого раскрытия, вот, в каком-то плане, уже был, было на что переться, в общем, в прошлый раз, когда мне ставили, ставили, ведь дизлайки на мой ролик, где я пою акапелла, мне очень подмывало записать что-нибудь еще, но так как я что-то не соображала, что бы такое мне еще спеть, ибо, вот, именно музыка и слова, только пока леса смерти, что-то у меня вырисовывается в голове, как бы, были треки, чисто мои, вот, музыка, у меня написана какая-то текста отдельная, не наложенная совершенно мной, но есть они, и я как бы знаю, как оно должно выглядеть, и какие-то треки у меня, чисто вот, писала еще для Энни, ну, за свои, типа, прозы, свои же там, типа, песни, они у меня как бы тоже есть, и все в черновиках, или даже в варианте, типа, электронной книжки расписаны, как оно должно быть, там, где какой голос, и что надо делать, но, что-то вот меня только на лес пока торкнуло, и, в общем, у меня было желание сразу еще что-нибудь такое записать, вот, когда поперли, что-то там дизлайков было больше, чем лайков, и сейчас, по-моему, так же, сейчас, по-моему, 42 дизлайка, и комментов 70 или 80, ну, за сутки 80 комментов на ролик, да еще 42 дизлайка, это люди не постеснялись, нет, не поленились прийти на канал, посмотреть ролик, даже пусть несколько там секунд, и нажать на пальчик вниз, то бишь, кто-то затратил свою силу и энергию, время, мне что-то это так вдохновляет, иногда даже вдохновляет на то, что вот я знаю, что если я сниму на какую-то определенную тему ролик, и что это вот то, что я говорю, может вызвать там какой-то негоду, или там, ну, какую-то эмоцию бурную, что это за собой повлечет, и негативные, и позитивные комменты, да, меня иногда даже подмывает, как-то вот так потроллить людей, сделать что-то вот подобное, в общем, нет, из-за того, что кому-то что-то не нравится, что я делаю, и прыгают в комментах, что типа, ну, когда мне еще кучу так писали, типа, прекрати снимать, удали канал, удали ролик, еще что-то такое, когда мне такое говорят, мне как-то, обратно хочется, обратная реакция идет, в общем, не бывает у меня желания забросить канал, когда много хейта, скажем так, в общем, вот как-то так вот, ну, вроде, ответила на этот вопрос, ну, и, я не знаю, что-то еще хотела, под попугу, вот, когда я еще первый раз прочитала этот вопрос, еще до того, как включить камеру, еще до сегодня, еще вчера, допустим, когда я еще, вели, позавчера, короче, когда только получила, прочитала, у меня какая-то еще мысля такая возникла, думаю, надо записать, а то забуду, сейчас она промелькнула, но тоже я забыла, ну, в общем, как бы, я считаю, что, конечно, не всегда приятно, иногда я бываю дико уставшая, меня еще в реале, люди какие-нибудь негативно, агрессивные, задолбают, и я, может быть, резко отвечаю на этот хейт, что не следовало бы делать, или иногда адекватно пытаюсь общаться с теми, с кем вообще бесполезно, но хейтеры вряд ли заставят меня забросить канал, точнее, вообще не заставят. Так, это был 13 вопрос. 14. Что тебе поднимает настроение в разное время по-разному? Вообще может какая-нибудь веселая аниме поднять настроение, хотя иногда там бывает какое-нибудь аниме, сидишь там, какой-нибудь герой страдает, помирает, а я сижу, и сморкаю из платочек, сентиментальная люля. Внезапно какой-нибудь хороший сюрприз может поднять настроение, вообще совершенно какая-нибудь элементарная мелочь. Вообще по-разному, что-то хорошее, Короче, что-то внезапное Хорошее, солнышко даже элементарно Там был, допустим, дождь Все такое хмурое, унылое Хотя иногда даже дождь поднимает настроение В общем Может, я человек настроения, не знаю Может, просто Как-то фиг знает Иногда я, если уж совсем Грустно бывает, и я вспоминаю, что у меня Есть какие-то такие ржачные тексты Ну, типа, сам себя не похвалишь Никто ржать не будет, да Я нахожу, ну, просто В компьютер включаю, там, дохожу Определенный текст, читаю и ржу Или пересмотрю какой-нибудь ролик Который мой, знаешь, что Мне там офигеть, как я сама себе нравлюсь Вот нарцисс такой вообще, да И я там как-то офигенно что-то тележу В общем, я пересматриваю и начинаю Улыбаться, и мне все хорошее настроение Так, 15 Получать зарплату с Ютуба Ну, скажем так, в начале года Меня моя партнерка отключила в наглую И, конечно же, наколола На выплате денег с того же Суперчата Ну, допустим, не 3 с лишним тысячи заплатила Как обещала А 1300 Вообще не знаю, куда они там 70 с лишним процентов дели Хотя Суперчата они даже не имели права Никакие проценты забирать Ну, да Хрен бы с ними Ну, сейчас у меня Аценс Я подтвердила адрес своей прописки И, короче, ну, теперешне вообще И у меня там как-то пока 100 долларов не накопится Мы вам нифига не выплатим Сейчас у меня, по-моему, там 57, что ли, долларов висит Вот как-то И оно, в общем, месяц идет Ну, я так заметила У меня то 7, то 10, то 11 долларов в месяц А реклама капает Вот в этом плане Я, наверное, когда-нибудь ее получу Когда там 100 долларов накапает Тогда получу А так у меня самое большое было 670 рублей Наверное, летом в июле, что ли, в 2016 года Минимальное было 50, наверное, рублей В среднем где-то 200-300 Как-то так вот было выплаты Это когда у меня была партнерка Ну, сейчас пока Пока ничего нету Пока оно там как-то копится Так, 16 Осталась ли у тебя с детства неосуществленная мечта? Вот я на эту тему долго думала Ну, у меня были какие-то такие детские мечты Что типа там создать группу, да Там это что-то выступать где-то Или просто дистанционно писать музыку И вот, ну, как бы дистанционно ее выставлять там в интернете Я как бы, я так делаю и выкидываю ее Может книжку какую-то издать Но у меня вот чисто Если бы это кто-то оплатил, еще ладно А так меня вот, честно, жаба душит У меня какие-то такие, может, были какие-то мечты Но они, скорее всего, ну, я не знаю Они как-то осуществляемые Если только вот единственное Что вот мы с мамой хотели объехать Там вот дофига стран Но как бы это уже не осуществится Потому что мамы нет уже, да Но объехать я всегда могу, надеюсь Всегда смогу И как бы даже одна или с кем-то еще В общем, вот такие у нас были тут вопросы в Инстаграм 16 штук Я думаю, что вполне такие себе адекватные Интересные вопросы просто Даже чисто в сравнении с АСКФМом Что мне иногда туда пишут и вопрошают Волосы дыбом, конечно, не ставят, но офигеваю Больше похоже на такой человек, болеющий анкетизмом А тут очень даже адекватные и интересные вопросы В общем, спасибо человеку за вопросы А вам спасибо, если досмотрели до конца Ну и да, вы всегда можете задать интересные вам вопросы Мне вконтакте, в ЛС, в Одноклассниках Правда, я там бываю раз сто лет В Фейсбуке, в том же самом ЛС В Инстаграмчике Под любым роликом В комментах Или даже в том же воскресном стриме Который вот сегодня тоже будет Ну, чаще всего они бывают, конечно, по воскресеньям Если я никуда не уезжаю и мне позволяет время Вообще, короче, вы можете задавать свои вопросы В любом удобном вам аккаунте месте Или же во время стрима в чатике Если у вас есть возможность писать эти комменты в чате В общем, всем спасибо за внимание И всем пока!